Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня на обзоре у нас очень классный дальномер MilesA S2. Пришел в такой упаковке, пришел где-то в районе 13-14 дней. Отдельно приходит вот в такой красочной коробке. Дальномер уже идет с USB зарядкой, встроенным уклономером и защитой корпуса IP65. Это на самом деле очень высокая защита. И здесь показан рисунок антишок, говорящий о противоударном корпусе. Так, давайте откроем, посмотрим поближе. В комплекте идет вот такая толстая большая инструкция, ремешок на руку, очень аккуратненький чехольчик, USB провод и сам дальномер. Да, друзья, хочу сказать, что завод MilesA S2 это на самом деле очень крутой и высокотехнологичный завод, который выпускает измерительную технику. Также на этом же заводе выпускаются дальномеры под брендом LomVum. На один из них я уже делал обзор на дешевый дальномер. Посмотрите, вы можете перейдя по ссылке в верхнем углу. Так вот, первоначально, конечно, это сама заводская фирма MilesA. Все технологии находятся у них. И уже сторонние компании, которые хотят выпускать дальномеры под своим брендом, делают заказы именно у MilesA. Инструкция идет на двух языках, на английском и китайском. В принципе, она информативная, здесь очень много инфографики. Если на скидку, то быстро можно понять, что дальномер имеет функцию минимум-максимум, вычисляет недоступную высоту по двум точкам, также недоступную высоту по трем точкам. Имеет очень классную функцию вычисления недоступного отрезка, если надо узнать именно какой-то отрезок на высоте. Автоматическое вычисление горизонтали и вертикали, ну то есть вычисление через угол и известную гипотенузу. То есть оба катета становятся известными, делает замер на также из одной точки. И еще один замер по вычислению недоступной высоты. Ну мы, конечно же, все разберем, разберем все функции, разберем все клавиши, поэтому инструкция нам особо не понадобится. Да, друзья, этот дальномер считает до 40 метров и написано в инструкции от 20 сантиметров, но мне кажется, он будет считать и от 5 сантиметров. Это мы также проверим и считая с погрешностью плюс-минус 2 миллиметра. Чуть позже мы сделаем замеры на разных расстояниях и посмотрим, соответствует ли измерения этой погрешности. Да, друзья, хочу сразу сказать, если вы делаете замеры в основном на короткие расстояния, то не стоит покупать дальномеры до 100, 150, 200 и выше метров, если у вас в основном ваши замеры до 40 метров. Так как в таких дальномерах, которые рассчитаны на большие расстояния, средневзвешенную погрешность устанавливают с приоритетом на большие расстояния. Поэтому при коротких замерах погрешность будет скорее всего больше, чем у дальномеров, которые рассчитаны на небольшие расстояния. Поэтому еще раз говорю, если вы работаете в основном по квартирам, то 40 метров это более чем достаточно. Да, этот дальномер на сегодня стоит 2200 рублей и поверьте, это очень интересная цена для такого отличного дальномера. Чехол для дальномера сделан очень хорошо, все швы ровные, USB провод очень мягкий. Да, друзья, если здесь USB стандартный, то сам вход дальномер он сделан в виде оригинального штекера, то есть это не обычный micro USB или mini USB. Ремешочек на руку, который одевается в дальномер тоже сделан очень хорошо. Так, друзья, сам дальномер имеет очень качественный корпус, подержа в руках вы сами это поймете и действительно защита корпуса видно, что очень высокая. Батарейный отсек закрывается очень и очень плотно, так же как у дальномера лейки, принцип закрывания такой же. Отсек вмещает три батарейки мизинчиковые, но поставляется дальномер с тремя мизинчиковыми аккумуляторами на 900 миллиампер час. Кнопки резиновые с очень таким четким нажатием. Весь дальномер по периметру и сзади покрыт такой красной толстой качественной резиной. В общем, корпус сделан на самом деле просто идеально. Так, давайте включим его и разберем все клавиши по отдельности. Так, друзья, включается и выключается дальномер зажатием вот этой клавиши. Вот дальномер включился, сразу включается инклимитер, он работает постоянно. Далее замер происходит кнопкой мисс, считает дальномер очень быстро и также удаляем экран кнопкой клея, той же самой кнопкой, которая включается дальномер. Дальномер имеет четырехстрочный дисплей, если клавишу мисс удержать в районе двух секунд, то включится функция минимум-максимум. Очень удобная функция, если вам надо узнать, допустим, самое короткое расстояние или самое длинное расстояние. То есть, вы сканируете участок, в котором хотите узнать самое короткое или самое длинное расстояние, допустим, при измерении диагоналей и в нейтральном месте делаете замер. У вас получается два значения, минимальная 1,42 м и максимальная 1,67 м. То есть, диагональ, угол будет 1,67 м. То же самое, если вам нужно узнать перпендикуляр, самое короткое расстояние. То есть, опять включаете функцию минимум-максимум, сканируете участок, в котором проходит перпендикуляр и делаете замер в нейтральной зоне. И также самое минимальное расстояние, соответственно, и будет являться перпендикуляром. Очень удобная функция. Далее клавиша плюс-минус, ну здесь все просто, то есть, допустим, вот замер, вам нужно прибавить другой замер. Однократное нажатие, это будет следующий замер плюсоваться к предыдущему и в итоговой строке появляется уже сложный результат. Чтобы отнять другое значение, нужно эту клавишу немножко удержать и включится у вас минус. Минус, допустим, это расстояние. В итоговой строке также появится искомое расстояние. Клавиша с перечеркнутым динамиком отключает звук. То есть, все замеры будут происходить без звукового сопровождения. Если снова нажать, то звук снова включится. И замер будет сопровождаться звуком. Да, хочу сказать, что экран очень классный, видно все четко на нем. И даже если вы будете мерить при ярком освещении, то все равно экран читается очень хорошо. Также дальномер имеет память на последние 20 измерений. Память вызывается вот этой клавишей, то есть вот вы раз нажали и у вас появилось первое значение. Клавишей плюс-минус листаем эти значения. До 20 значений дальномер сохраняет во внутренней памяти. Клавиша унит или вот с таким еще значком имеет два значения. Краткий нажатие переключает точку отчета. По умолчанию она всегда стоит от конца дальномера. Если раз нажимаете на кнопку, точка отчета становится на резьбу от штатива. То есть от центра этой резьбы дальномер начнет считать. Следующее нажатие на эту клавишу переводит точку отчета от начала дальномера. То есть получается, что у этого дальномера три точки отчета. И самая функциональная клавиша, это вот клавиша с такими квадратиками. На ней все основные косвенные вычисления, которые доступны на этом дальномере. Так, ну самое первое нажатие, соответственно, вызывает вычисление площади по двум замерам. То есть вы делаете замер длины и делаете замер ширины. В итоговой строке у вас вылезает искомая площадь. Это промежуточные замеры, которые вы делали, длина и ширина. И третий замер, вот этот 7044, это вычисляется периметр помещения. Очень здорово. Следующее нажатие вызывает расчет объема по трем сторонам. Первый замер замеряйте длину, потом ширину и высоту. В итоговой строке вам выдается искомый объем. Все подсчитывается очень быстро. Следующее нажатие вызывает первую косвенную функцию по пифагору. Все интерактивно и мигает расстояние, которое нужно замерить . В час мигает замерите гипотенузу, то есть с одной точки вы замеряете гипотенузу и с этой же точки замеряете нижний катет. В итоговой строке вам выдается длина, ну либо высота вот этого катета. То есть вы узнали недоступную высоту. Следующее нажатие вызывает примерно такую же функцию, только уже расчет по трем сторонам. Лучше всего этот замер делать со штатива. То есть вы делаете первый замер, второй замер делать надо максимально горизонтально. Здесь вам как раз поможет инклиметр встроенный. На штативе устанавливаете в ноль, делаете замер и делаете замер в нижнюю точку. В итоговой строке вам также выдается вот эта высота. Точность этого замера зависит именно от перпендикулярного замера. Чем перпендикулярнее будет замер, тем точнее будет вычисление. Следующий замер, здесь почему-то перевернут значок, но это как раз самая очень интересная функция, которая встречается у более дорогих моделей. Это вычисление недоступного отрезка на высоте. То есть вам нужно узнать какой-то отрезок, допустим, расстояние между первым и вторым этажом. Вы делаете замер в верхнюю точку сначала. Потом делаете замер непосредственно отрезка, которого нужно узнать. И делаете замер в нижнюю точку. Все это делается также с одной точки. Лучше это делать со штатива. И в итоговой строке вам вылезет вот этот верхний отрезочек. Вот этот значок должен быть по идее перевернут. Он здесь неправильно отображается. То есть это очень на самом деле удобная и классная функция. Следующая функция при нажатии, это вычисление расстояния через препятствие. То есть то же самое, здесь почему-то значок перевернут. По идее вы должны сделать замер гипотенузы. И вам рассчитает высоту этого катета и длину по горизонтали. То есть если, допустим, у вас перед вами какой-то забор или какая-то куча, вам надо сделать замер через препятствие. Вы замеряете гипотенузу и вам вычисляется вот этот катет. Вот его высота 0,96 и горизонтальное расстояние. Тоже очень классная функция. На самом деле очень удобно, что всегда работает инклиментер. Основываясь на его, можно делать максимально точные вычисления при этих косвенных замерах. И последняя функция на этой кнопке, это вычисление также высоты, недоступной с помощью двух замеров. Делать его нужно также со штатива. То есть вы замеряете просто одну сторону треугольника и вторую сторону треугольника. В итоговой строке вам выдается высота. То же самое применимо к замеру не только по вертикали, но и по горизонтали. То есть такая функция встречается только у дорогих дальномеров. И дальше идут функции по кругу. То есть, друзья, вот такой классный функционал, классная сборка, классный корпус. И все это всего за 2200 рублей. Качество исполнения дальномера просто высочайшее. Кто хочет приобрести дальномер, можно, конечно, взять Lonewoon. Обзор на который я уже делал, он стоит 1000 рублей. Но, если честно, то лучше добавить еще одну тысячу рублей с копейками и взять вот этот дальномер. Так, друзья, сейчас предлагаю проверить его на точность на разных расстояниях и проверить на стабильность результатов. Для начала предлагаю проверить самое минимальное расстояние, на которое считает дальномер. В инструкции указано 20 см, но давайте проверим. Для этого переставим точку отчета от верхней части дальномера. Так, вот попробуем на 10 см. Вот, друзья, считает на 10 см. Давайте проверим на 5 см. Вот на 5 см также считает. И меньше 5 см уже выдает ошибку. В общем, друзья, дальномер считает от 5 см до 40 см. Так, теперь давайте проверим погрешность на одном метре, двух метрах и возьмем какое-нибудь кривое число. Так, проверять будем от верхней кромки и от нижней части дальномера. Так, устанавливаем на 1 метр и делаем замер. Так, вот погрешность составила 0,003. Давайте посмотрим от задней кромки. И от задней кромки ровно столько же составила погрешность 0,003. Давайте посмотрим на 2 метрах. Так, также устанавливаем сначала от задней кромки. Вот, друзья, 0,004. Ну, это, конечно, скорее всего человеческий фактор, плюс сама рулетка. Давайте посмотрим от передней кромки. От передней кромки также 0,004. И давайте, к примеру, возьмем 293,6. Ну, а также 0,004. И, друзья, предлагаю проверить на стабильность замеров. Давайте сделаем несколько замеров с одной точки. Все результаты должны быть одинаковы. Ну, и, друзья, стабильность замеров, как видите, на высоте. В общем, друзья, реально классный дальномер. Стоит недорого. Сделан очень качественно. Защита корпуса IP65. Считает быстро. Очень хороший функционал. Есть такие функции, как вычисление недоступного отрезка. Как по вертикали, так и по горизонтали. Есть функция вычисления расстояния через препятствия. И прочие костные вычисления. Поэтому, кто думает о приобретении недорогого дальномера, смело смотрите в сторону MilesA S2. Ссылку на проверенного продавца, как всегда, оставлю под видео. Переходите и смотрите. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Ставьте палец вверх. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok